Добрый день, добрый день, уважаемые зрители, уважаемые любители театра. Вот и пришел тот долгожданный час, та минута, когда мы можем вас поздравить всех с Международным Днем Театра. И мы хотим поздравить не только артистов, не только осветителей, звукооператоров, видео, средств массовой информации, и, конечно же, в первую очередь наших любимых, дорогих зрителей, потому что без вас спектакли бы не состоялись. С праздником вас, Международным Днем Театра! Ну, и, конечно же, мы всегда готовим такие сюрпризы необычные, раз день театра, значит, должны быть премьеры. И действительно, в 12-м открытом фестивале в Иксотеатральной 2024 у нас было много премьерия, но, ну, не буду говорить, может быть, самое интересное, но мы предпочтение отдаем нашим коллективам, коллективам в Иксунске, на эти премьеры. В 18 часов в Большом зале премьера «Беда от нежного сердца», а сегодня в 16 часов это любительское театральное объединение гильдии покажет вам пьесу. «Три красавицы» Валентина Красногорова. Это пьеса в двух актах с антрактом в 15 минут, поэтому приготовьтесь, мы будем отдыхать 15 минут. И дальше то, что фестиваль у нас продлится до 31-го. 31-го пройдут последние спектакли, последние, которые перенесены, были с 23 и 24 марта. По весьма знающим обстоятельствам. Поэтому 30-го, 31-го смотрите за рекламой. У нас будет Гулибаки, у нас будет Павлова, у нас будет опять Махаон, сказка о потерянном времени. Ну, все узнаете из нашего сайта. Большая просьба. То есть мы очень, нам нравится ваше мнение и впечатление. Оставляйте их, пожалуйста, на сайте дворца после каждого спектакля под афишей, под фотографией. На сайте виртуальная выкса. Оставляйте их в соцсетях группе «Контакт» дворца культуры. Нам будет очень приятно. Особенно приятно будет артистам, которые работают на сцене. Мы не говорим, что рулов выступать, мы говорим работать, потому что это большая творческая работа. Каждый спектакль готовится не менее одного года. Ну что ж, нам хочется пожелать нашим артистам, как говорится, ни пух ни пера, с премьеры их. Но, а прежде чем начать спектакль, у нас самое элементарное такое объявление. Уважаемые зрители, мы просим вас отключить мобильные телефоны или перевезти в авиарежим. Спасибо. Желаем вам приятного просмотра. Желаем вам приятного просмотра. Желаем вам приятного просмотра. Легче по жизни идти. Семеня? Малет. Малет. Ты что молчишь? Мой кот. Уснула, что ли? Я не заснула. Я сижу и думаю, почему мы играем в эти дурацкие карты вместо того, чтобы устроить свою личную жизнь. Это нам с Ларисой нужно думать. У тебя, ты играешь в театре, у тебя еще работа, у тебя жизнь прекрасная. И почему ты нас не зовешь на свои спектакли? А вы что хотите, сто двадцать раз смотреть Чехова или какую-то зарубежную муру, или слушать Макса сцены? Театр стал таков. Поэтому и не забудь. А чего я тут о жизни задумала сейчас? На тебя это не похоже. Инна, ну ты всегда привыкла, что из нас двоих ты грустна, печальна, а я весела и бездумна. Ну знаешь, думать могу и я, не только ты одна. А что, есть повод? Сестра написала, что вышла замуж и очень счастлива. Она старше меня на два года. Не буду я больше в эти карты играть. И я не буду играть, что-то с вами. Сегодня позвонила Наташа и сказала, что внуки мои уже выросли, и это лето не хотят проводить со мной. Не представляю, как я теперь буду без них. Да, Лариса, поживи наконец для себя, давно уже пора. Да все так, но ведь я привыкла жить для кого-то. Ну что, может быть, чайку попьем? Ой, знаю, что у тебя называется чаем. Вот для твоего чая, пирогов и тортов приходится неделю голодать, чтобы прийти в норму. Ну тогда по чашечке кофе, если без пирогов. Ну это можно, наш кофе традиционный, со сплетнями. Может помочь? Нет, сейчас у меня уже все готово. Все уже готово. В новых чашечках? Да. Угощайтесь. Как вам мой маникюр? Ой, смело, очень смело. Где делала? Сама. Ой, как красиво. Сделай мне, пожалуйста, я давно уже хочу. Хорошую парикмахерскую и все такое. Ой, ну там так слишком дорого. Можно не говорить, деньги это проклятие. Да. Особенно, когда их нет. Да при нынешних ценах. Ну я не унываю. И пенсия смешна, и жизнь грустна. Ты ведь еще работаешь. Ну что можно назвать работой? Артисты народ хороший. Но у них один недостаток. Недостаток денег. Вы не представляете, как противно считать каждую копейку. Это я-то не представляю. Да на пенсию ты разве проживешь? Лекарства не надо, что купить. Ну, прицепь. Да. Что-то у нас невеселый разговор пошел. Да, у меня. Ты же на сестрой работала. У тебя есть на что? Да. Деньги заработать? Конечно. Я могу сделать массаж сиделкой. Клизму кому поставить? Ну ты скажешь, работа это вредная привычка. Пора от нее избавляться. Ну что, это скучно у нас пошел. Девочки. И вообще, я вам скажу, что все эти пилюли пусают рата денег. От старости лекарства нет. Ларис, что у нас такой невеселый разговор пошел. Неси там пирожные или что у тебя. Живем один раз. Ты же собиралась начать худеть. Начнем со следующей недели. Но мы же собрались здесь, чтобы получить удовольствие. А не... О, какое вкусное. Слушай, приличные люди пьют кофе не со скретними, а с коньяком. Неси бутылку на стол. Живем один раз. Ну вот, по вашему желанию, коньяк. Давай. Как же коньяк, давай? Конечно, конечно. И моя самая главная помощница. И что, давайте, мне дадутся. Давай. Вот, с коньяком, это очень вкусно. Очень вкусно. Понемножку, понемножку. Так, вот так. А я помогу. Ну что, вы смотрите. За нас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девочки, а сколько лет мы дружим? Ой, я думаю, лет так сорок, а может быть и больше. Какие кошмарные цырки. Окажется, это было еще вчера. Помните, как мы сидели так же втроем за столом, когда нам было по тридцать лет и грустили. Как идиотки. Я же сказала, как будто это было. Считай, что мы уже не молоды. Ой, так быстро полетели эти годы. Нет. Как хорошо было помолчать, так нет. Надо было раскрыть рот. Да ни черта мы не постарели. Я вот с каждым годом чувствую себя моложе и моложе. А я вот себя, молодой-то, и не чувствую. Такое ощущение, что я вытеснила на обочину жизни. А молодое поколение несется куда-то вперед. Пирожные по-венски. Тамара, мне готова говорить? Класс. А я как раз сейчас читаю книгу «Девена девятнадцатого года». Саша, что я так говоришь? Ммм. Расскажи им, какие ты умные книги читаешь. Вот поэтому замуж-то не вышла. Правда? Да. А я и не знала. Спасибо, что сказала. Завтрашнего дня читать перестану. Ну не обижайся. Обижайся. Мы же люди, да свои. А со своими можно не церемониться, не правда ли? Ну я сказала, что думала, вот и сказала. Вот и все. Тогда позволь тебе дать дружеский совет. Когда ешь, не разговаривай. А захочешь говорить, лучше ешь. Слушай-ка, а что в твоей книжке интересного? Вровену-то пишу. Это много всего. Штраф, придворные балы, знаменитая красавица княгиня Мэттен. Кстати, эта княгиня была самой элегантной и остроумной женщиной Европы. Однажды ее спросили. Во сколько лет женщина перестает чувствовать радость и любви? Какой хороший вопрос. И что она ответила? Она ответила. Не знаю. Мне еще только 60 лет. Правильно. Я тоже буду рада. Вернее, чувствую, что чувствовала бы. Если было бы с кем. Это наша проблема. Это ваша проблема. Я прекрасно обхожусь без этих радостей. Так мы тебе и поверим. А я не собираюсь вас переубеждать. А то, что нету радости, виноваты мы сами. Разве мы виноваты, что нам уже хорошо за 50? Договори 50. Круглое число легко запомни. Договориться лучше не 50, а 49. Ну, как в магазине. Разница 1 рубль окажется намного меньше. Вопрос возраста. Мы решили. Хватит об этом уже говорить. Но тогда есть другой вопрос. На свете существуют мужчины, которых мы могли бы сделать счастливыми. Может быть, они где-то и существуют. Но пока их делают счастливые другие женщины. Вот я и говорю, виноваты мы сами. Мы потеряли веру в себя. Мы потеряли желание нравиться. О чем ты говоришь? Нравиться кому? Ну, да прежде всего самим себе. А мы превратились в профессиональных пенсионеров. Говорим только о детях, внуках. А чем о внуках-то говорить плохо? Да, Лариса, все хорошо о внуках и детях. Но внуки и дети – это и кровать не ворота. Ты их любишь, жалеешь, помогаешь. Амин, моя Наташа, меня любит. И она каждый месяц ко мне приезжает с детьми. Ну, почти. Ну, она мне регулярно звонит. Ну, конечно. Когда с ней нужно попросить денег или посидеть с ее детьми. Неправда. Лариса, да я знаю твою дочь Спиренок и очень ее люблю. Но у нее своя жизнь, а у нас должна быть своя. Давайте с этой минуты начнем новую жизнь. А о болезни говорит только с врачом. Договорились? Договорились. А я вот на здоровье-то свое и не жалуюсь. Ну, вот только суставы иногда. Знаете, мне сделали анализ. Ну, Лариса, мы же договорились. Ну, извините. Побольше оптимизма. Ну, подумаешь, суставы. У меня вот вообще радикулит и вообще весь медицинский справочник. Но это ничего не значит. Мы еще все можем и всего хотим. Остается найти только мужчин. Которые тоже могут и хотят. Девочки, я не понимаю. Вы что, серьезно, что ли, замуж собрались? Ну, замуж, не замуж. А? Почему бы и нет? Правильно кто-то сказал. Для счастья женщины нужен мужчина. А для несчастья достаточно иметь и мужа. А почему ты считаешь, что мы ищем мужа? Я вот не против того, что теперь называется другом. Нет. Я не согласна. Я не согласна. Я? Не согласна на приходящего мужа. Я женщина домашняя, старомодная. И мне нужен муж, как у всех. Вот муж и будет лежать на диване, а ты будешь стоять у плиты. Ну и пусть. Я не против. Если это нужно будет для кого-то, а не для себя одной. Уж я-то знаю, что за жизнь, когда в доме нет мужских рук, гвоздь забить некому. Но мужские руки нужны не только для гвоздя. Я не понимаю. Вы или опьянели, или с ума сошли. Чем вам плохо сейчас-то? А тебе нравится одной ложиться в холодную постель? А у меня есть стеклый одеял. А если мне будет холодно, я включу электрическую постельку. Ну и как? Помогает? Ну, иногда. Инна, а мне вот не нравится быть одной. На улице одна, дома одна, и в гостях одна, и в постели одна, и это тоже правильно. Господи, у вас все сводится в постели. Ты же понимаешь, что женщина, она по образу, как собака. И ей нужен хозяин, но не для того, чтобы ей командовать, а для того, чтобы было кого обнять, кому прижаться, по кому скучать, кого ждать. Значит, милая моя Лариса, ты создана для брака. Да? А я создана для свободной жизни. Я не представляю, как по моей квартире будет ходить чужой человек в трусах со своими взглядами, привычками. Будет пить, курить, смотреть в футбол, ложиться со мной в одну постель, быть мною чем-то недовольным, что-то от меня требовать, что-то мне не позволять. И тебе не бывает одно и скучно. Мне не бывает скучно. Есть книги, есть телевизор, есть театр, есть кино, есть интернет, компьютер. У меня есть вы. А почему мне должно быть веселее, если я буду готовить ни на одного человека, ни на двоих? И ты не чувствуешь себя одинокой? Ну, что вы называете одиночество? А? Отсутствие сенсорского скандала? Так я по ним не скучаю. А если мне будет одиноко, я заведу собаку или кошку? Да. У кошки достоинств много. А за ней мужчин да она не может. Инна, ведь жизнь-то вдвоем намного экономнее. Один телевизор, один холодильник. И вообще коммунальные платежи за одну квартиру и одна постель. И лета тоже. Ой, вот с этого вы начинали. Я просто не могу понять, как вы в этом возрасте еще бредите этими глупостями? Именно, именно в нашем возрасте и нужен мужчина. Ну, кто как не он сделает тебе массаж, разотрет спинку, компресс по с нами, и сбегает в аптеку за лекарствами? Борис, я не пойму, тебе нужен фельдшер или мужчина? Зачем мне фельдшер-то, а? Зачем? Я сама медсестра. Мне нужен муж. Ой, с этого бы начинала. Ну, я об этом и говорю, что есть в жизни такие стороны, где мужчину никем. ничем заменить нельзя, причем важная сторона. Может, мы уже перестанем говорить о мужчинах, а? Перестанем. Только ты мне скажи, пожалуйста, почему ты зришься на мужчин? Что ты о них знаешь? Они ли немногим хуже женщин? Да я на них не злюсь. Я злюсь на вас. Неужели вы в этом возрасте решили найти мужа? А почему нет? Раньше я легко находила мужей. Ну да, конечно. Ой, смешно. Я трижды гуляла на твоей свадьбе и столько же выцвешала тебя при разводах. Ой, спасибо, что мне напомнила точную цифру, а то я могла бы и забыть. Но если ты говоришь о точных цифрах, ты, наверное, имеешь в виду свои официальные, брат. А, не официальные, ты воображал-то. Да как ты не понимаешь, что четвертый раз выйти замуж намного легче и проще появляется опыт? Твой опыт должен быть тебя уже научить тому, что любой брак разваливается. Очень короткий миг опьянения и долгий период похмелья. Да даже короткий миг опьянения того стоит. Хватит уже говорить. Вспомни, как ты научилась с тремя разводами. Зато было три недолгых месяца. Ради этого стоило пострадать. Особенно мне запомнилась первая брачная ночь во втором браке. Это было в гостиной. Воспоминания о твоих брачных ночах меня совершенно не интересуют. Это было что-то. Но это было давно. Я догадываюсь, что это было не вчера. Но такие воспоминания, они принимают меня к решительным действиям. А я вообще человек действия. Девочки, неужели мы уж так одиноки? Мы и в театр ходим вместе, и звоним, чувствую, не каждый день друг другу. А я вот и не думала, что мне телефонный звонок может заменить мужчины. Да хватит уже говорить о мужчинах. Они остались для нас в далеком прошлом. Говори за себя. Лично я руки складывать не собираюсь. У меня все впереди. Я не пойму. Молчали, молчали. И вдруг тебе «Хоти мужчину!» А кто первый завел разговор? А радость вся холюбит. И так это была графиня. А мы думали, Инн, тебя послушаешь, что остается одеть мини и идти на панель? Скорее, что он престарелый. Девочки, так возраст у нас уже не тот. На панель поздно. А в дом престарелых рано. Ну что? Что нам остается? Нам остается что? Идти на столбе и писать еще мужчину. Ты что? Нет? При всем твоем богатом прошлом я считала тебя порядочной женщиной. Жаль, что я пошевалась. Да? А может, я и непорядочная. Но я женщина, а ты полностью подавила себе женщину и стала абсолютно бесполой. Вот за что я тебя люблю, Майя. Это за то, что ты никогда не упустишь возможности сказать человеку доброе слово. А я тебя за то, что ты с тем под десятого повода обижаешься. Пора уже в твоем возрасте поуметь. То есть, так ты, так часовой механизм? В общем, хватит, я наслушалась. Мне здесь больше делать нечего. Инна, ты постой, ты постой, подожди, ты куда? Ты куда? Ты куда? Постой. Майя, успокойся. Инна, ну, останься, я тебя прошу. Ну, успокойся. А то поссорились, погорячились. Ну, теперь давайте успокоимся. Зачем мне оставаться? Разве что полезь мне на стену, я буду показывать время, а если надо будет, буду птикать. Ку-ку, ку-ку-ку. Успокойся. Присаживайся. 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 Девочки, ну, я хочу произнести наш традиционный тост. Какой именно? У нас их много. Выпьем и все забудем. Ну, что, девочки, будем ставить мужей? Девочки, посмотрите, посмотрите. А что это? Посмотрите, посмотрите. Поехали. Смотрелась? Позже. Да чем позднее мы выйдем замуж, тем меньше будем об этом сожалеть. Ну, с чего вы начнете? До самого простого. Сначала парикмахерская, крема, массажи. Поболзите. Это же все очень, очень дорого. Ну, мы же с тобой можем сэкономить. Вот ты мне будешь делать массаж, а я тебе маникюр. Договорились? Ну, еще неплохо бы, знаешь, начать зарядку делать. Зарядку. Мне? Это не по тебе и не по мне, но это хотя бы на два месяца, пока замуж не выйдем. А потом нужно просить. Это не для меня. Ну, и не для меня уже. Да? Ну, зарядка. Ну, теперь уж я не та, конечно, не та. Девочки, а вы помните, какая я была красавица? Да и сейчас ничего. Ну, я поднимусь. Ничего. Ничего от прежнего и не осталось. Ну, ничего, капитальным ремонтом или косметическим заняться надо. Значит, хорошие деньги. Где мы их возьмем? Да, будь у меня деньги, я бы сегодня вечером была замужем. Мне совсем, в общем-то, маленько надо. вот лицо подтянуть шею, живот поджать, бедра, ну, и спину подлечить. и, в принципе, я готова. Одним словом, ты снова хочешь стать 30-силенней, что ли? А что, нет, бывает. Чудеса бывают? Надо в них только верить. Девочки, а как вам нравится мой цвет волос? Я вот и была блондинкой, брюнеткой, рыжей, а какой натуральный у меня, я и не знаю, седая. Неправда. Девочки, у вас сейчас мысли вертятся вокруг одного. Как понравятся мужчины? Ну, только эти мысли заставляют женщину быть в форме. А вы не думали, где в этом возрасте можно найти себе кого-либо? Да хоть где. А мало разведенных, что ли? Или вдовцов? А, очень вы им нужны. Мужчины наши в возрасте еще не ровесниц, а девочек помоложе. Ты что, ты что хочешь сказать? Что мужчины, на которых мы можем рассчитывать, могут быть на 10-15 лет старше нас? Ну, как минимум. А можно его назвать мужчиной-то? Ну, если вы называете себя женщиной, то почему бы их не назвать мужчиной? Ну, женщина, она всегда женщина. А мужчина, вы сами знаете, что-то. И даже такого будет найти, но ничего, справимся. Надо только постараться и верить в себя. А я очень верю в себя. И не меньше верю в Ларису. Но все-таки конкретно, где вы собираетесь искать. Да где угодно. Как где угодно. Что, будете ходить на танцы? Или заглядывать в пивные и смотреть, нет ли там свободного места построить? Почему в пивне? Можно найти в театре, на ВДНХ, на концертах. Вот тут где-то видела здесь мужчину, да еще в одиночку в нашем-то возрасте. И потом ты что, будешь ходить по рядам и выглядишь. Нет ли там одинокого мужчины? Господа, не хочет ли он со мною познакомиться? Немало пенсионеров сидят на ламочках в сквере. Можно подойти, присесть рядом, завести разговор. А если он не забыл слуховой аппарат? Где ты видела мужчин, сидящих на скамейках? Нет их там. А где же они? Как где? Где женщины у себя по домам у телевизоров? И потом проблема не в том, чтобы найти мужа, а в том, чтобы он был тебе по сердцу. Сердечные дела бывали в молодости, а теперь можно найти, кого найдешь. Нельзя выходить замуж за того, с кем можно жить. Надо выходить замуж, без кого жить нельзя. Инна, ну ты же идеалистка. Да замуж надо выходить за того, кого найдешь. Лично я не собираюсь вешаться на каждого встречного. Лучше повеситься на кого-нибудь, чем просто повеситься. Инна, тебя послушаешь, так остается что, писать на столбе объявление? Ищу мужа, ищу мужа. Постойте, постойте, а это идея. Ты что? Вы действительно правы. На столбе? Ты что? Нет. Вы предлагаешь писать нам объявление? Ну почему же? Не решить? Нет, ну почему на столбе? Нужно шагать вновь в столбе ниже интернет? Хм, интернет. Я с интернетом вообще ни другого. Я могу почту принять, отправить, и больше ничего. Мне удобнее общаться по телефону. Морис, не переживай, я возьму это на себя, помещу объявление, подыщу кандидатуру, завяжу с ним переписку, и вам только останется устремиться навстречу своему счастью. Ну а ты что, думаешь, что в этом возрасте есть мужчина, который тоже пользуется интернетом? Почему бы нет? Ну если бы они сами, то бы их дети или внуки, которые хотят куда-нибудь пристроить своего отца или деда. Ну это хорошо, только ты ищи кандидатуру такую, чтобы она подходила нам, по нашему вкусу, не по твоему. Да знаю я твои вкусы, лишь бы радостью вверх. Это тоже главное. И все-таки замуж выйти лучше по любви. Ой, я три раза выходила по любви. Больше эту глупость не повторю и тебе не советую. Ты думаешь? Да, уверена. Тем более, что лучшего средства от любви, чем замужества никто не придумал. Выходи замуж. Ну ладно, я согласна. Согласна? Согласна. Да, да, да. Ой, так, что будем писать в объявлениях? Майя, давай начнем с тебя. Что писать? Ну, что-нибудь такое веселое, смешное, а то 9 объявлений из 10 похоже как крючки с одной и той же наживкой. Хорошо, пиши. Молодая, привлекательная женщина. Вот ты уже и начала шутить. Когда ты придешь на свидание к кавалеру, он подумает, что к нему пришла не невеста, а его мама или бабушка. А что я, по-твоему, должна писать? Старая мемра ищет мужчину, чтобы лечиться от радикулита. Вообще-то, она права. Чего? Чего это мы в объявлении будем писать, изображать себя моложе и красивее, чем мы есть на самом деле? А вот они придут, увидят вас, сразу все поймут. Да пока разберутся, может, не поймут, но, может, успеем замкнуть. Ой, проблема не в том, чтобы найти мужа, а как его удержать? Да нам уже надолго-то и не надо. Ну ладно, интересуй, что хочешь, мне все равно. Ну ладно. Сейчас. Пиши. Моложавая, привлекательная. Надеюсь, против моложавой ты ничего не имеешь? Ничего, что дальше? Можем я подумаю? Хорошо. Лариса, давай тогда ты. Ну давай, не стесняйся, что-нибудь такое, чтобы мужчину это привлекло. Ну, девочки, я не знаю, ну а вот как, вот как вы думаете, вот про рост и вес писать надо? Ну, ну ведь говорят, что мужчины в этом возрасте любят полный, дам. Ну, чтобы у них вот так вот все было. У меня все есть, даже могу поделиться. Пиши. Спокойная, хозяйственная, заботливая женщина, способная создать тепло и уют в доме. Пеку пироги с мясом. Хочет выйти замуж за мужчину, ну, лет шестидесяти. Хорошо. Не весело, не шутливо, но хорошо. Вот только о замужности не надо упоминать. Мужчина это отпугивает. Ну, а что же тогда? Ну, вроде того, что хочу познакомиться с мужчиной для долгих и длительных отношений. Или ищу мужчину. В общем, текст я еще подработаю. А каким ты его хочешь видеть? Я хочу, чтобы он был здоров. В первую очередь. Добр, культурный. Ну, чтобы хорошо зарабатывал. Да. Ну и, конечно, чтобы был мужчина. Не слабо. А не добавить ли еще молодой, высокий, непьющий, брутальный. А что? А какого? Наивно думаешь, что такой мужчина существует и ждет, не дождется твоего объявления. Ну, я вообще-то хочу одного. Тогда выходи замуж сразу до четверых. Один будет молодой, другой брутальный, третий не пьющий, четвертый не курящий, ну и так далее. А умные женщины так и делают. Я хочу одного. но хорошего. Лично я не собираюсь выбирать хорошего, плохого. Мне пускай какой будет, такой будет. А фотографию надо прикладывать. Как хочешь. У меня есть фотография, где я перед свадьбой. Перед какой? Перед последней? И тебя можно как-то будет еще узнать. Девочки. Ну, я ведь вот что подумала. А вдруг он мне будет изменять? Будет, конечно. А что плохого, если мужчина изменяет в своей семье, и это он делает со мной, ничего плохого нет. Да и вообще, если бы мужчины хранили верность, на свете мы жили скучно, с кем бы мы крутили романы. Ну, это же ужасно. Ты считаешь, что крутить романы с женатым мужчиной это так уж хорошо? А что нет? Ничего. Ну, вы же помните, вы же помните, что со мной случилось. Да. Помню. Я вышла замуж в 22. И меня муж очень любил. И казалось, что это на всю жизнь. Но потом, потом его увела какая-то какая-то потаскушка. Ну, я тоже увела своего второго мужа от третьей жены. Ну, вы же не считаете меня потаскушкой. Да, но когда спустя он попросился ко мне назад, я же дура его не пустила. И вот теперь пишу объявление я. Так что я не хочу опять встречаться с неверностью. Лариса, я думаю, что это о неверности еще раз не существующего мужа как-то думать заподобленно. вообще если разобраться, то мужчинам-то брак нужнее, чем нам. Мы готовим, мы им стираем, лекарства на блюдечке подаем и носочки гладим. А потом еще и 33 удовольствия. Да, да, да. А что они нам? Вот ради этих 33 удовольствий, да. Дождешься от них. Девочки, а я знаете, что подумала? Нам ведь хватит одного объявления. На него сразу откликнутся 20 или 30 мужчин. Нам на троих хватит. На двоих. я согласна вам помочь, но в ваши игры я играть не собираюсь. И потом вот что я подумала. Я вообще писать ничего не не как? Ты что не хочешь нам помочь? Нет, почему же? Я подумала, а не поработать ли с объявлениями мужчин? Их в интернете наверняка тысячи. Подберу подходящую кандидатуру, завяжу с ними переписку, проверю их. и потом преподнесу их вам на блинчике. Ты настоящая подруга, и я всегда это знала. девочки, а я наверное поищу пока сама себе мужа. Тоже в интернете? Нет. Сестра все время рвется познакомить меня с каким-то вдовцом. Добрый час. Ой, девочки, я ведь тоже вот чего подумала. Чего? Тоже что ли? Нужно найдешь, поделись в интернете. у нас в парке по утрам спортсмены бегают, скандинавской ходьбой занимаются. Мужики не молодые, но спортивные, крепкие. и что же? Вот вот я и думаю. Надо купить себе спортивный костюм боярче, красивые красавки. Выйти в парк утром, встать на тропинку и выбрать себе посимпатичнее. И бежать за ним догонку? А почему бы и нет? Ну нет, я не настолько перестала себя уважать, чтобы бегать за мужиками. Я привыкла, они за мной бегают. В твоем возрасте уже пора отказаться от некоторых привычек. В каком это моем возрасте? У меня нет возраста. Ой, девочки, не ссорьтесь, мы побежим за ним в поднимем на тропинку. Я ждать. И когда он побежит к тебе, надо сделать несколько шагов, упасть и сказать, я подвернула ногу, а он подойдет, поможет мне подняться, я доведет до дома, я его чаем напою, а там вам советуюсь. Только смотри, первый день до конца не идти. Ой, ну, за кого ты меня принимаешь? И угости его не чаем, своей фирменной курицей, тогда он точно твой будет. Ну, что? Ой, прекрасный план. Так, пора рассказывать, где в следующий раз встречаемся? Майя на очередь. Значит, что, будем снова ездить в Петербурд и Злодька? Опять шпильки мой, ворота. Подумаешь, ей мои бутерброды не нравятся. Ну, девочки, ну, давайте у меня. Я же люблю что-нибудь вкусненькое готовить. Опять приготовлю и соберемся здесь. Значит, у тебя? У меня. Ну, тогда коньяк мой. Хорошо. Ну, что же, тебе нравится поделать. Ну, как? Как только найду вам одного подходящего для того. Сколько тут, шепкать его. Сколько тебе времени понадобно? есть. Ну, так думаю, недели две-три. Так долго? Да, вы пока действите самостоятельно. Лариса в парке, а ты со своим топцом. Да он будет твой, я не сомневаюсь. Ну, ту спердела. А, давайте. Парк это сходится. Ну, где у нас важная значка? Ну, за успех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зеленого, а заварка на левой полке. Ой, да я знаю. Принеси, пожалуйста. Ой, а пирожное спасибо. Я, конечно, не спекла сама. Но я вижу, что принесла. Да, я же знаю, что ты у нас каешка, поэтому я принесла пирожное. Спасибо. Ты всегда заботишься. Ой, с тобой чья-то душа, да, работает. Я сейчас. Привет! Вы не представляете, что с тобой? Ой, сейчас в автобусе какой-то нахал уступил мне место. Пока не представляю. Можно подписать, как я старая бабушка, а? И ты, конечно, не стала садиться. Да села, конечно, ноги перед ним держат. Майя, я думаю, что он уступил тебе место не как молодой человек старушке, а как мужчина-женщина. Ой, да я тоже так подумала, поэтому решила здесь. Ой, боже мой, а что у тебя с ногой-то? Да так ничего. Господи, где я тебя угораздила? Ой, по-моему. Я купила вкусные пирожные. Хочешь чай? Да я же расскажусь. Не задень ногу мне. Потихонечку. Ой, да, но это у тебя с неделю примерно. Но чему не позвонила? Ну, ты же Занька в театре, поэтому я тебя не хотела успокоить. Да как раз свободно. Я поругалась с режиссером. Он решил мне дать роль матери. Я сказала, застрелюсь или уволюсь. Молодец. Но женщину сорока лет я играть не буду. Молодец. Молодец. Умеешь за себя постоять. А как ты охотишься одна с ногой-то? Инна каждый день приезжает и помогает. А дочь? Ну, дочь. Ну, ты же знаешь, что она занята на работе. Дети, внуки. Ну, ладно, как это случилось? Да она же сказала. Да, если не скромничай. Ну, вы же знаете, я говорила вам, что хочу в парке с кем-нибудь познакомиться. Ну, вот. Купила я себе красивые кроссовки, спортивный костюм. Вышла в парк пораньше. Заняла намеченную заранее позицию. Стою и жду. И вдруг, смотрю, в мою сторону-то бежит не один, а трое. Ну, я, конечно, как было задумано, сделала несколько шагов. Подвернула ногу. Ани. И упала. Ани. 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 Друг за другом обогнули меня и побежали дальше. Так ты, лежу я, лежу я на тропинке, вот и думаю. Дурья, дурая. Ну, как же я теперь за дома дыру. Ты на самом деле, что ли, ногу-то подвернула? Ты же знаешь, что я всегда, ну, правду говорю. Ой, ну, чего-то. Долго ты пролежала. С ногой-то там. Ну, вообще-то порядочно. Ой, подожди, сейчас скажу, подожди. Успокойся, успокойся, успокойся. Раз полежишь на тропинке-то. А потом смотрю, в мою сторону идет мужик. Ага. Ну, с мордой алкаша. Мне он, конечно, очень не понравился. Но я забыла о гордости. Стала просить о помощи. А он? Он послал. Куда? Сказать тебе точный адрес. Мерзавец. Ты что не скажешь? А что дальше-то было? Ну, я уже потеряла всякую надежду. Но вдруг около меня остановился очень приятный мужчина. Да. Спросил, что со мной. Подал руку, помог подняться. Предложил набереться на свое плечо и довел. Ну, можно сказать, даже дотащил до самого дома. И там меня не оставил. Да? Помог лечь. Потом вызвал врача. Ну, а потом ушел. Вот это мужчина. И оказалось, что он живет в соседнем подъезде. Понравился тебе, да? Да. Очень. Прежний. Внимательный. Ай, какие мечты. Каждая женщина. И наутро меня навестил. Ура! Не зря страдала. Навестил. Ну, пришел ведь не один. Пришел с женой. Такая молодая женщина. Ну, моложе меня на два месяца. Ну, что ж, мужчин без недостатков не бывает. Май, ну, а ты-то встречалась со своим вздатцом-то? Да, ну, она, наверное, уже и замуж вышла. Не смешно. С ее способностями-то. Встречалась. Где, в ресторане? Если бы. Сестра накрыла стол. И ушла. Создала интим. Ну, и был интим-то? Ай, был? Еще какой. Пробову на себя ничего? Да ничего, что-то между тараканом и моксом. Ты же обещала не быть разборчикой. Поэтому и сидела молча. Ну, и что? Ну, что-что. Вот посидели мы с ним, посидели. О том он мне и говорит. Не прерывай, Буль. Не прерывай. Я вижу вам не восемнадцать, не тридцать пять и не пятьдесят три. Вот суки, сын. А я молчу. А он продолжает. Ну, возраст — это не самое главное. Мы с вами люди взрослые, эпоха романтизма позади. Нас интересуют другие вещи. Я так и говорю. А что вас интересует в женщине? А он говорит. Меня в женщине интересует все. Машина, дача, квартира и драгоценности. А ты? А я говорю. Дачи нет, гаража нет, машины нет. А драгоценности у меня есть три обручания кольца. И будет четвертый, если вы мне подарите. Хорошо сказал, а он? А он так. Да, богатство у вас невеликое. Вот. Ну, а я ему говорю. А у меня есть другие ценности. А какие? Я гнусь, это душа. А еще я гну меня из глаза, руки, брудь. И еще кое-что, что вам никогда не достанется. Так его? Так его. А он говорит. Все это есть у других женщин. А я ему говорю. Вот ищите у других, если вы не забыли, где это находится. Разволновался, что у меня материальное положение небогатое. И говорит. Я представлял вас моложе. А я говорю. А я вас представляла вот таким старым и подтасканным. А потом он говорит. Но если вы думаете, что вы булочка, то вы слегка зачерствели. А, хорошего фрукта тебе, сестра, посудит. Да скорее, скорее, свинью подложила. Ну, а дальше? Ну, а дальше он меня спрашивает. Можно я вас провожу до дома? Я говорю. Ну, и дальше, чем до дверей. Что, у тебя такие вроде инурансы? Да больше нет. Я же понимала, что ему надо было посмотреть. Не соблазнить меня, а посмотреть, где я живу, как живу. Ну, ой, все. Хватит про меня. Спина болит. Инна, ты нашла нам там женихов-то? Представь себе, нашла. Сколько? Ну, пока только одна. Всего. Ну, и как он? Дорец. Судя по переписке, не мужчина, а супер. Очень скучает по домашнему уюту. Я предназначаю его Ларисе. Можно подумать, у меня и уютно. Но когда я переписывалась, я имела в виду именно Ларису. Я говорила, какая я стеснительная, какая я дружелюбная, какая я, какая у меня вкусная фаршированная курица. Ну, я это, в принципе, Лариса. Я тоже могу приготовить курицу. У меня напротив кулинария. Ну, в конце концов, возможно, поменять. Ну, в переписке я имел не называла. Нет уж, чужого мне не надо. Я тоже могу подождать несколько дней. Ну, Майя. Ну, если хочешь, бери его себе. А я подожду. Не надо мне чужого. Я подожду тоже. А у него серьезные наведения? Серьезные и очень конкретные. О, кстати, он должен сейчас позвонить тебе. Я как раз назначила время, когда мы вместе все соберемся. А ты зачем дала неизвестно кому мой номер телефона? Лариса. Я его проверила. Его имя есть в интернете. Он человек известный. И вообще он ученый. У него немало печатных трубок. Ученый? А я что же с ним буду делать? Я все тоже стою с другими мужиками. И он вон сейчас позвонит. С минуты на минуту. Девочки, ну дайте мне зеркало скорее. Ой, зачем тебе зеркало-то? Ну, себя надо привести в порядок. Да, Лариса, он ведь только позвонит. А не придет у тебя? Ну, дай мне, тогда расческу мне дай. Лариса, да не будь ты так ручкой. Ты у нас за красивый и стартный. Чего тебе стесняться-то? Лариса, ты красивая. Но в тебе нет шарма, капец. Вот посмотри на меня, я как пламя. Сидите, ты пламя. Звони, звони, возьми, ну, пусти. Вы пусти, спреши. Спреши, говорю. Да, ну, как я тебя знакомо, спрешу, давай. Алло. Алло. Мама. Майя, это Майя. Это Майя. Здравствуйте, а мама дома? Да, 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 вот передай трубочку. Алло, доча, здравствуй. Как твои дела? Дочка, у меня все хорошо. Я каждое утро хожу в парк, гуляю. И с Майей сегодня вечером на концерт. Все. А ты-то как? Забежала бы как-нибудь. Мам, я чего звоню. Ты не можешь мне подкинуть чуть-чуть деньжат? Сколько. Понимаешь, пригласили на банкет, так надо приодеться. Дай сколько можешь, ну, хотя бы тысяч тридцать. Ой, мам, спасибо. Спасибо, мамуля. Я тебе еще позвоню. Целую. Да не переживай. У всех то же самое. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Наташа. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Наташа, Наташа. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Вы тонкая ребятка. Ну, наконец-то я слышу у вас голос. Извините, очки. Где мои очки? Подальше очки. Я ничего не вижу. Вы носите очки? Нет. Я всегда без очков. Я их только делаю. Подлагаю по телефону. А зачем? Зачем? Ну, это объяснить очень сложно. Просто я стесняюсь. А в очках вы не стесняетесь? В очках стесняюсь. Вы, наверное, как обычно, шутите. Вы не могли бы мне перезвонить через две минуты? Вы заняты? Может быть, я позвонил не вовремя? Нет. Я не заняты. У меня просто подгорает жаркую... Ой, фальшировала ягодица. Хорошо, хорошо. Я перезвоню побольше. Он же, наверное, меня принят за вовную идиоту. И вам не ошиблись. Ларис, я поняла, что он еще здесь не сильнее тебя. Ой, Лариса, ты стесняешься, как школьница. На школьницу давно уже не стесняется. Да, я боюсь. И на свидание я с ним одна ни за что не пойду. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Попробуйте попробовать, да? Нет, нет, нет. Она просто не совсем удалась. Это, наверное, по моей вине. Ну что вы, это я виновата. Мне нравится, что вы готовить любите и от жизни не остаете. Владеете компьютером, интернетом. Ну, кто же в наше время не владеет интернетом? А каким браузером вы пользуетесь? Чем? Браузером. Когда как? А от вирусов вы предохраняетесь? Да, если избегать случайных связей, то и вирусы не страшны. И все-таки антивирус не помешает. Ну, я в таком случае одеваю парень. Парень. Как вы, астролог. Я это понял еще по нашей переписке. Давно хотел вас спросить. А вы зарегистрированы в Фейсбуке? Где? В Фейсбуке. Нет. Я ни с кем. Не зарегистрирована. Ну, поговори. Ты что? Говори сама. Чего они понимают? Он говорит о том, что там что-то может присняться. Говори сама. Алло. Я здесь? Да. Я хотел бы с вами встретиться. Ой. Так вы должны теперь меня поведет на свидание. Или, может быть, на компьютерное место. Алло. Да. Алло. Тонка, Рябина. Куда вы снова пропали? Я здесь? Рябина. Рябина. Зовите меня. Ну, просто рябина. Ну, во-первых, это круч. А во-вторых, я ведь совсем тонкая. Ты, конечно, какая лезешь со своей правдивостью. Ну, что вы на это скажете? Ну, все будет. Ну, все будет. Ну, а что? Ну, я буду. Ну, говори, я не буду. Да что ты, Марин, ты что говори сама? Ну, Господи. Да говори. Да говори. Говори. Да, я боюсь. Я на свидание с ним одна не пойду. Все. Не пойду. Не уговаривайте даже. Ну, что? Может, и правда вам пойти вдвоем? Во-первых, Ларисе будет не так страшно. А вот, если он не понравится Ларисе, так, может быть, он подойдет к тебе? Подойдет, я уверена. Ну, возьми, пожалуйста. Это опять я. Алло. Это опять я. Да. Сейчас меня хорошо слышно. Да, я вас слышу очень хорошо. Как будто мы с вами рядом. Да, и мне тоже так кажется, что мы с вами рядом. Теперь мне очень здорово вас слышно. У вас даже голос стал другой. Кстати, он мне очень нравится. А мне ваш. Настоящий мужской бархат. Балетон. Вы, наверное, любите музыку, да? Да, очень. А вы? Тоже. Обычно я загружаю любимые мелодии из интернета. Поэтому... Давайте не говорите в интернете. Вы же разговариваете с женщиной. Найдите интерес, разговор более интересный. Вы правы. Честно говоря, для меня интернет это единственное спасение от одиночества. Вот давайте... Поэтому я вспоминаю его к месту и не к месту. Вот давайте вместе решим, как будем вместе справляться с одиночеством. Только давайте продолжим этот разговор при личной встрече. Где-нибудь в кафе. Вы согласны? Ну, может быть. Когда? Да. Ну, конечно, через неделю. А почему так долго? Ну, вероятно, я не совсем готова. Все так быстро произошло. И потом при встрече давайте не будем упоминать интернет и так и подобные вещи. Хорошо. И давайте еще. Вы не возвращайтесь, если я приду на встречу вдвоем с подругой. С подругой? Да. Зачем? Ну, вероятно, я при первой встрече буду стесняться. Я вас понимаю. Знаете что? Да приходите с кем хотите. Только вот как я угадаю, кто из вас будете вы? Ну, а вы должны почувствоваться. Ну, скажите, по крайней мере, хоть как вас зовут, ваше имя. Ну, вы же знаете Томка и Ревина. Нет, я имею ввиду настоящее имя. Настоящее? Прекрасное и незнакомое. Очень вам идет. А как вы выглядите? Как я выгляжу? Ну, как женщина, которая хочет выглядеть на пятьдесят. Возраст меня устраивает. Надеюсь, незнакомка вас тоже не разочарует. Ну, я не знала, что ты так можешь мужиков обобщать. Для вас старалась. А что дальше? Что дальше? Дадим тебе неделю на полную подготовку. Потом я созвонюсь сейчас с вашим женихом и назову встречу здесь за час до кафе. Дам последнее наставление и вы устремитесь на встречу своему счастью. Инна, не забудьте мне подобрать жених от. Только этим и занимаюсь. Так, хватит чесать языками. У нас мало времени. Встретимся. Пойдемте, встретимся здесь через неделю. Кирочка, помогите мне, я забыла, чтобы получить все в нем. А вот как сегодня, куча без мужчин, И у нас с тобой по громкости по причинам. По душам поговорить, о заплатах позабыть, И за счастье женщин ремочку нырить. От вина пускай кружится голова, А я бываю, знаешь, тоже не права. Но надо женщинам прощать, надо женщин поощрять, И мужчинам это твердо надо знать, что... Женщины все королевы, Женщины это цветы, Женщины звезды вселенной, И эталон красоты. Женщины, словно бриллианты, Светят мужчинам в пути, И помогают мужчинам, Легче по жизни идти. Поехали! 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 Женщины это сметит, Женщины с женской вселенной Дети это лава красоты. Какая-то красавица. Прямо просто на свадьбу. Ну-ка, покрутись. Ну шик и блеск. Ну, ты меня успокаиваешь? Да? Сама-то как выведилась. Ясно, что он тебя выберет. Почему меня? Да ты у нас. Красавица? Да я не самая красивая. Просто я умею краситься, гримироваться, как-никак я актриса. Привыкла. Я то бываю роковой, брнеткой, то глуповатый блондинкой, то горячий, то страстный. Вот только худую изображать мне трудновато. Что-то долго именно нет. А она нам просто зачем? Место мы знаем, время тоже. Ну как это зачем? Она меня должна проинструктировать. Она с ним целый месяц переписывалась, и мы ничего о нем не знаем. Да на месте разберемся. И еще не знаем. Что он знает обо мне? На месте разберемся, придет? Нет. Она должна мне все рассказать. А что с ним беседовать? Ну где же она? Я здесь, я здесь. Вот пришла. Ой, какие вы обе красавицы. Ну-ка, устроьте здесь дефиле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Оль, ты свою Наташку только этим портишь. Я хочу, чтобы она меня любила. Ну а когда у тебя запасы кончатся? Любовь придет. Так, хватит об этом. Не сейчас. Вы готовы? Да, почти. Тогда слушайте. Он будет вас ждать ровно в 6 часов прямо за столиком. АПЛОДИСМЕНТЫ И как он выглядит? Как вы получаете? Приметы такие. Темно-серый пиджак. Синий галстук. Седые короткие волосы. Седые? Это плохо. Хм, хорошо. Май, для тебя подберу Лысого. И потом он будет держать в руках книгу в красном переплете, чтобы было заметно. Что? Книга, наверное, опять про компьютеры? Да нет. Это стихи. И вообще он не компьютерщик. А кто? А специалист по физике твердого тела. А как он почаил? Еще? А кого? Слаще. Не пошлий. Ты что? Специалист. Запомните, он вас не знает. Он знает, что только пришла тонкая рябина и ее подруга. А как он сам-то наслаждался? А когда узнал, что с ним переписывается тонкая рябина, он назвался высоким дубом. Видимо, с учетом, чтоб она к нему перебралась и тонкими ветвями вдруг к нему прижалась. Очень изысканно. Дуб так дуб, нам не прижать. А музыка? Музыка в кафе есть? И музыка, и танцы. Ну, я лет тридцать не танцевала. А вдруг он меня пригласит. Я что, когда-то умела? Сейчас-то не танцуют это? Да я думала, он не каждый день на дискотеку бегает. Майя, и при встрече ты не затмивай Ларису. Я знаю, что тебя всегда слишком много и рот у тебя никогда не закрывается. Знай, что ты ее подруга. Вторая скрипка. Вот когда он не подойдет, Лариса, тогда может она с вами не проживай. Лариса будет первой скрипкой, а я могу быть и контрабасом. Не буду я ни первой, ни второй скрипкой. И вообще я там без ины не справлюсь. Я приду, сяду, не знаю, о чем говорить, а он меня вдруг спросит. Почем нынче в Фейсбуке? А я что отвечу? Ты ведь даже не сказала, что и как. Да, ты права, но сейчас уже не успеть. Иди с нами. Как это с вами, идти втроем? А что такого? Лариса, да у него денег не хватит заплатить за нас четверых. Я заплачу. Да его контраста стукнет. Я тут устроил, увидит нас тройцу. И вообще? Я и не одета? Вы вон так раскупылились. А я как серенькая мышка. Да ты у нас и такая красавица. Устроенная, молодая. Ты, Лариса, просто ищешь повод, чтобы увильнуть. Да, Лариса очень нехорошо. Ильна для тебя старалась, а ты, как приступ, пойду без Ины. И не уговаривайте. Не уговаривайте. Ну что делать? Не пойду. Иди вместо меня. Как вместо тебя? Надя... Майя дай ей валерьянке, а то она вся трясется уже от страха. Не пойду без тебя, и все. Ну, пойди хоть с нами полчаса, часик посиди. Ой, да черт с вами. Пойдем втроем. Посижу там полчаса, а потом уйду. Спасибо. Знала бы, с вами не связывалась. Ну что делать? Пойдем. Собирается, с тобой все поздает. Ну что? Пошли? Тогда пошли, а то и нас и так время мало, и опаздываем. Стойки. Что такое? Последний взгляд взяток. Ура! Пойду την Украину! Спасибо. 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 Да, а он так вежливо отвечает, вы все трое мне нравитесь. Да, а тут галантно вступает наша Инна и говорит, вы очень галантны, но все вам три не достанутся. Да, а он еще вежливее отвечает, это похоже на судьба Лиса, и вы его нуждаете меня выбирать, Не ждут ребят, богинями, знай, судьба такая. И хорошо сейчас, громкая рябина, головой склоняясь до самого длина. Да, начало было хорошее, зато потом, не говори, время чудес. Ой, после такой встречи надо как следует отметить, есть у тебя что? Ставь на стол. Да есть у меня все. Пойдем. Еще валерьянка осталась, оставь, пригодится. Давай, моя дорогая, ну наливай. Ну что, давай выпьем и все забудем? Нет, я такого забывать не собираюсь. Ну какова Инна? Да, и я вот уже не знаю, как я теперь с ней буду общаться. А ты ее вообще себе не пускай, я вот ее видеть не хочу. Привет, я немного задержалась, вы забыли цветы, а к нам кто-то пришел, дай им поставить. Ты дверь закрыла, кого ты ждала? Никого. А что это? Ты ее знаешь, эту особую? Эту? Первый раз вижу. Девочки, вы что, обиделись? И последний. Кончайте валять, дурака, она же чем вы недовольны? Ах, ты еще и спрашиваешь, чем мы недовольны. Не успела прийти. Устроила для меня смотрины. Ау, как горелый блин к сковородке прилип. Я отлипала от тебя весь вечер. Ну, что получилось, то получилось. А говоришь, еще не виновата. Я что, с ним заигрывала? Кокетничала? Разоделась пух и прах? Да я вообще с вами идти не хотела. Это вы меня с собой потащили. И тем не менее получила комплимент. За что вы мне нравитесь, так за вашу скромность. Ну что? Я пока не вижу, в чем состояние твое преступление. В том, что я ему понравилась, и это тоже не так. Он не так сказал. Он сказал, за что вы мне еще больше нравитесь. Это за вашу скромность. Ну, пожалуй, вы и правы. На самом деле я виновата. Все время прикидывалась такой правильной. Обвиняла нас в лицемерии. А сама готова приедет к первому пиджаку. Да никому я не клеилась. Я даже имени своего не называла. И телефона не дала. Но тем не менее понравилась. И говорила, я только вас хвалила там. Да, хвалила. Инна, скажи честно, он тебе тоже понравился? Да, понравился. Ты не должна была этого допускать. Да я и сама не поняла, как это случилось. Он так много знает. Он так интересно все рассказывает. И я увлеклась разговором. Да, пожалуй, я и на самом деле была не права. Нужно было встать и уйти. Вот именно. Встать и уйти. Ну, что же теперь делать? Ну, что делать? Уйти! Тебе здесь не рады. Хорошо. Я уйду. И больше никогда не приду. Мария, хватит. Инна! Уйду. Инна. Инна, вернись. Я тебя прошу, вернись. Подожди, и уходи. Что ты наделала, а? Есть мужчина. Дружбы нет. Нет мужчины, есть дружба. Мы повели себя, как обыкновенные бабы. Да, я, как всегда, поторопилась, погорячилась. А с другой стороны, старая дева у нас на глазах отбивает нашего жениха. Нашего? Это значит, ты на него рассчитывала. А он ведь не наш. У тебя очень доброе сердце. Это Инна его нашла. И она с ним долго приписывалась. Ясно, что он ей подходит больше. Да. Ты очень добрая опять у нас. Ну уж какая есть. Вот. А вообще я хочу тебе сказать, чего узнала. Я так узнала. Чего узнала? Подожди. Сейчас я ей позвоню. Говори, не темни. Подожди. Говорю. Я телефон, я сейчас ей не позвоню. Там вроде на кухне оставили. А, на кухне? Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. На место не кладете? Алло. Инна, не сердись, дорогая. Вернись, я тебя очень прошу. Инна, мне тебе нужно сказать что-то очень-очень важное. Вернись. Это не по телефону. Нет, нет, нет. Майя? Майя уже ушла. Угу. Инна, приходи, я тебя жду. Чуть не разрядилась телефон. Сейчас подойдет. А я, знаешь, что ты хотела сказать-то, рассказывай. Темнишь, темнишь, ходишь. Звонишь, прячешься. Вот знаешь, Инна, она влюбилась в женатого мужчину, когда ей было 23 года. Он, конечно, с ней говорил обо всем. О поэзии Серебряного века, об итальянском возрождении, о Моцарте, но только мне о женицбе. Нет, конечно, он о женицбе тоже говорил. Но он говорил, что что жену свою не любит, фактически с ней не живет. Надо подождать полгода, год, пока ребеночек подрастет. Она ждала, надеялась, верила. А время шло. И несмотря на то, что он с женой тебя не живет, вдруг рождается второй ребенок. Как в обычной жизни. Бывает там. Ты знаешь, сколько лет продолжалась эта связь? Года два-три? Четырнадцать лет. И это она скрывала от нас? Да. Она такая гордая, верная. И она не хотела чтобы кто-то считал ее броженым, покинутой, несчастной. Ой, а знаешь что? Нам надо было сразу ей уступить этого жениха. Мы же с тобой замужем-то были, а она нет. Пусть хлебнет этого счастья. Пусть хлебнет. Заходи, заходи, заходи. Ты мне хотела сказать что-то очень важное. Проходи. Инна, сначала скажу тебе важное я. Я дура истерна. Это не новость. Да? А я думала, что я только знала об этом. И по крайней мере две твоих подруги и три сбежавших от себя мужа. Но я везла вела себя отвратительно. Я себя презираю. Прости. Знаешь, что я тебе скажу? Все равно я тебя люблю. Мой мир. Ну куда мы друг без друга денем? Ура. Я пить ничего не могу. Мы пить. Я понимаю, девочки, вы обиделись. Но ведь я у Ларисы ничего не отнимала. И потом, у Ларисы есть дочь, есть внуки. А я совершенно одинока. Нет, ты говорила, что тебе нравится быть одной. Мало ли, что я говорила. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот ты сейчас переживаешь, что у тебя нет детей. А если вы были? Думаешь, вы лучше? Вот у меня есть дети, внуки. А разве я не одинока? Приходят раз в год на день рождения, потом исчезают до следующего года. слушай, вас прям расплакалась бы ресницы накрашенные. внуки. Выперли меня. Когда? Ты уже скоро год. И ты нам ничего не сказала? А зачем? Это у меня были идеи, планы. А что теперь? А ты все нам рассказывал про свои первоклассные роли. То ты леди Магби, то ты французская королева. Какая там королева? Хорошо хоть не Баба Яга в детском саду идей пугать. На что же ты теперь живешь? Да неужели на пенсию? Да, на пенсию-то хорошей похороны не сделаешь. Не то, что на житье. Я поменял профессию. На какую? Мастер ногтевого сердца. Бабочки, да что это такое? Эх, ты отстала от жизни. Маникюрши так называется. Из артистов. Маникюрши. Ну что? Зато престижно и денежно. Есть не то. Давайте сменим девочке тему. Инна, ты мне скажи, пожалуйста, что у тебя с ним дальше не мучается? Чего? Как? Я когда вышла от вас, я подумала, зачем мне менять жизнь? Все равно это ничем хорошим не кончится. Ты решил с ним больше не встречаться? Думаю, тебе напишу, а я не отвечу. А он тебе позвонит. А я не дала ему номер телефона. Инна, ты совершаешь ошибку. Ой, вся жизнь моя ошибка. Девочка. А какая хорошая погода за пол. Весна. Сирень цветет. Ой, не люблю весну. Я тоже. Для нас уже наступила осень. Хоть не золотая, но зато ранняя пора. Не знаю, как ранняя и дивная, но короткая. Кстати, Майя, я забыла тебе сказать. Я нашла тебе отличного жениха. Да? Ровно по твоему характеру. Ой, спасибо. На днях он пригласит тебя в ресторан. Спасибо. Но на этот раз я пойду одна и в других туфлях. Наташа. Наташа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините, что я звоню так поздно, но я просто не в силах ждать до завтра. А вы нас звоните. Я уже скучаю. Дорогая Рябина. Наверное. Вы меня не узнали? Дай ей руку. Дай ей руку. Дай мне руку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы зачем звоните? Алло. Иди громко, ступери. Вот теперь я услышу ваш голос. Я только хотел сказать, что вы та, которую я долго искал. Я имею в виду не интернет и не эти объявления. Я искал вас всю жизнь. Правда? Но вы ведь меня не знаете. Ставлю. Вы слышите меня? Да, я вас слышу. Но вы же меня не знаете. Светится? Но мы же только недавно с вами расстались. Вы счастливы? Да? Я тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спектакли были задействованы. Ольга Игнатенкова. Валентина Костина. Ольга Ласкина. Спектакль вела Татьяна Филимонова. Световое оформление Антон Сизов. Звуковое Павел Киселев. Ревиссер спектакля Яния Кичаевна. Женщины с вами королевы. Женщины – это цветы. Женщины – звезды вселенной. И это лон красоты. Женщины – звезды, бриллианты. Светят мужчинам в пути. И помогают мужчинам, мужчинам. Легче по жизни идти. Светлана Немного Павел Козы scripture. «Легче по жизни у сотрудничества». АПЛОДИСМЕНТЫ. Этоula опасная. Будем 사실 вернемся. АПЛОДИСМЕНТЫ. Четыре небезrise на наш Дв Teacher. АПЛОДИСМЕНТЫ. Иonderовым людям. Это兩 Police pump. Иh как puts от Их бон entire! Женщины все королевы, Женщины пряток святых, Женщины звезды вселенной, И эталон красоты. Женщины словно грильянки, Светят мужчинам в пути, И помогают мужчинам, мужчинам, Легче по жизни идти. И помогают мужчинам, мужчинам, Легче по жизни идти.